Всем привет дорогие друзья! Мы возвращаемся проходить Resident Evil Revelations. У нас прям босс намечается, вот прямо сейчас он скоро будет. Но перед тем как идти к нему лучше здесь все обыскать. Я вам советую для начала все обыщить. Так давайте ка я для начала это. Я с Адькой появился в том месте где, там где этот ящик, где надо ставить улучшение. Нашел одно улучшение, не помню находил ли я в прошлой серии это улучшение, не помню. И поставил на пистолет. Теперь у меня 15 патрон. Автоприцеливание спасает здесь. Так. Есть монстры за каждой стороной. И у нас еще есть один успех. Туда пока не ходить. Надо бы их раскладывать вот в этом патроне. Опа. Опа, 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 опа. Так. Я сейчас хочу осмотреться здесь. Там нужен ключ с якорем. Но ключ с якорем вот этого босса, который сейчас зовет нас. Это был когда-то спасатель. Скорой стрельбы. Угу. Давайте-ка. Потому что с деглом мне что-то вот с этим глоком точнее. Мне нравится бегать. Блин, ну знаете, в чем сейчас проблема? Я, ну, сейчас мы попаду туда, да? Допустим. И как бы все. Там сейчас у нас босс будет. Я не знаю, как я сейчас буду с ним справляться. Потому что... А, пока еще можно ходить, да? Я не хочу, ну, раньше срока, блять, сейчас, а, вот... Сражаться. Я вот не успею вдруг что-то собрать. Вот здесь должен поидеть с хоумом. Вон там наверху. Патрон как бы много дают, но проблема в том, что... С этим боссом, который сейчас будет у нас... Будет очень тяжело. И я вам сейчас говорю без шуток. Он красивый матч с кероской. Он пролетает полотенцем. Бежим, 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 бежим! Кプ это будет. Один девяче Bow, он friend старший кероск reusable. И я basis на unm Station едstone, а свои Switch. Он очень bulun. Став cycle и он подтверсывает службы наwww. Он приносит滞-кушная автомобilos и он не вс render. Ааааааааа Пусть всё-таки догнал блять скотину Я блять не знаю на какую блять кнопку я кручу все Я забыл как, Блять, подлечиваться Бля...А, всё Блядь, я хочу в бочку, блядь, попасть, а, блядь, сейчас вот она именно самон автоноведение, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Сука, блядь, вот так, ну почему, почему? Так, все, беру я, блядь, дробашку. Потому что это невыносимо, блядь, ребят. Это очень сложно. И если я не ошибаюсь, тут прям снайперка должна лежать. Это просто пиздец. Так, пока он не подошел. Блядь, сука, не успел выстрелить это пиздец. Я вам говорил уже, что это будет сложное задание. Мне даже на клавиатуре с мышкой было это очень тяжело играть. Так, продолжаем, ребят. Я вам обрежу все остальное. Ну, после первой смерти я, конечно же, все обрежу. Потому что я здесь, я посмотрел на запись, я тут 40, блядь, минут бегал, блядь. Если не больше. Пытался убить главного босса. И вы не поверите, как я рад, что я закончил. Я всю аптеку на него вывел. Просто всю. Я раз 10, наверное, подыхал здесь. Да ёперный театр. Да идите вы нахуй. Так, всё. Так, всё. В этот раз, статика, я все патроны не извёл. У дробаша, да, все патроны. Ну, на пистолете, я смотрю, у меня ещё остались. И мне это просто несказанно, блин, радует. Так, не туда нажал. Куда мне? Как я понял, мне... Назад надо возвращаться. Я хотел бы для начала, чтобы потом эту дверь долго, по полчаса не открывать. А, статика... А, здесь я, статика, просканировал. Здесь был предметик. Ящик, чтобы патроны больше носить с собой. Так что забирайте. Кому интересно. Ну, это самый сложный босс. Финалка ещё какая будет. Потому что финалка здесь проходила, я помню, я вам рассказывал, что... Проходил по несколько раз. Хоть и в Revelation 2 я прошёл её с первой попытки. Не знаю, как у меня так получилось. Но во второй части, мне кажется, она даже легче будет босс. Сюда, по-моему, надо будет прийти. Да. Это же всё-таки лифт. Статика, я не помню, как здесь быстро бегать. Пытался, конечно, это вспомнить. Я упорно не знаю, где смотреть. Как-то меня учили, что можно быстро бегать. А здесь, возможно, она автоматом, кстати-ка, быстренько бегает. Я уже просто давно не играл, уже немного забыл. Так, сюда я не выйду. Короче, надо назад возвращаться. Но перед этим я уберу пистолет один. Потому что, ну, от смысла. Я с него не стреляю. Статика. Здесь, вот, если хотите, вот, изменить, вот, например, убрать отсюда, например, боезапасы, переместить, например, на дробашь, у вас не получится. Ну, вот, вертий нет, ну, вот, видите, никак. А, подождите-ка. О, да ладно. Можно было так делать. А я, я сразу уставлял. Я не заметил этой кнопки, вообще, ну, вот, снизу. Что, вот, ЛБ. Ну, конечно, это у меня Л1. Л1, блин, не, вот, просто не заметил, хоть убейся. Так, вот, что за кого-то кто-то есть, да, тут? Ну, жутковатое местечко. Кстати-ка, чем-то это местечко, знаете, что мне, вот, прям, напоминает? Биошок. Вот, не буду врать, чем-то, вот, вспоминается. Ну, те, кто играл, те поймут меня, почему мне напоминается. Так. Выходим, нахрен. Ну, с боссом разобрались, как с остальные боссами, я... Хоть убейся, я в упор не знаю. Здорово. Надеюсь, приборы в той комнате будут. Джил, смотри, не сглазь. Твои мрачные предсказания обычно... Чё-то там. А, так вот, чем прикол. Мы не могли просто через эту дверь пройти, нам пришлось обходить. Я сейчас пока посмотрел и понял, вот так. Сейчас, короче, идём снова, смотреть на эту просадочку. Ну, вот так уровень здесь прогружается, ничего не знаю. У меня сейчас упадёт где-то до 45, где-то там. О, 26, прикиньте. До 26 упало. Не обращайте внимания, это так уровень просто прогружается. Я уже как бы привык к этому. Так. Я помню, что ещё снизу должно быть дверь. А, ну тут якорь. Спасательного. Ну, мы везде побудем. Знаете, что вот это место вот мне напоминает? Титаник. Не знаю почему, но мне вспоминается Титаник. Так, это мне не надо. Опять? А, нет! Смотрите-ка. Рэймонд? Похоже, мы оба опоздали. Что ты имеешь в виду? Глядите. А субтитры? Наш друг жёг маски? Но, коль свои мои должны... Чего? Срам злодею. И с речи плачу слышать в то же время. Я поначалу не понял, неправильно прочитал. Не знаю кто ты. Как прошёл мезу. Мир в наших руках. Это вирус Т-Эбис. И его у нас много заразить. Один с половиной... Полтора чё-то там. Как я понял, вот это БСАА, это... Он превращается в челюсть. Тихо. Даже ребёнок догадался, что будет дальше. Мы в Вельтре, мстительные посланники из глубин преисподней. Так это наш человек? Я так... Я так знал. Оставь надежду всяк сюда входящих. Оставь надежду. Он цитирует Данте. Шли группу в аэропорт Белая Хижина. Ищите связь с кораблём Абрайан. Да, понял. Я отправлю Квинта Кита. Что? Вы двое собираетесь. Я ненавижу снег. Снег ненавидит тебя. Соберите как можно больше информации о Вельтра. Я что-то хотел сказать, уже забыл о чём. Ну, меня не перебили просто. Я ничего не вижу. Я думаю, Средиземное море всего лишь крупное озеро. Терпение. Искать корабль в море всё равно, что искать... Кроме шуток. Но это всё равно проблему не решит. Эй! Ты хоть меня слушаешь? Мы тебя найдём, Джил. Обещаю. Ну, блядь, конечно найдёшь. Я-то из будущего. Да неужели, блядь, эпизод кончил? Ну, долгий эпизод. Вы видите, что там 53 минуты, потому что очень долгий я проходил. Победитель 150 врагов. Да ладно. PC 356 для компании. Открытые этапы 4.7 в режиме RAID. Ну, плюс я ещё сам выбрал такую сложность. Ничего страшного. В аутклассе, кстати-ка, я тут-то начал снова проходить. Первый ауткласс на джойстике уже именно на джойстике. Чё-то я хотел сказать. Блядь, ребят, простите, сейчас просто память уже никудышная, блядь. Я не знаю, чё с... Вот только что в голове, блядь, вертелось. Вы не поверите. Вот только что, блядь. Пропускаем. И снова кошмар. Эпизод 4. Вот так я серию назову. И снова, блядь, кошмар. При перезарядке следите за тем. Мы верь, трамсительные посланники из глубин предспудней. Радиорубка. Проклятие, террористы. Мы же разобрались с этими ублюдками. Похоже, несколько упустили. Они... и они на этом корабле. И теперь они хотят использовать вирус в очередном теракте. Они хотят знать, что произошло на серой земле, и жаждут мести. Джилл, полюбуйся на это. Коравры работают на аварийном питании, но система связи нужна сетевая. Нам нужно подключить обратную сеть, машинное отделение. Но это нелегко. Чё тут? Меры безопасности. Поскольку данное судно побывало в аварии, были введены стандарты безопасности, входящие за рамки акта о безопасности морского судоходства. Экипажи изучают данные руководства, чтобы знать, как действовать в активных ситуациях. Первое. Королевая синомия имеет два энергогенератора. При отказе главный электрогенератор и земный генератор в скуловом блоке компенсируют потери и обеспечат электроэнергию весь корабль. Второе. Данное судно имеет вертикальные и горизонтальные переборки, автоматически отводящие воду в случае затопления. В экстренной ситуации переборками можно управлять через систему управления. В скуловом блоке эта система сохранит робот-посфобность даже после поручения мелких повреждений. Окей. Система связи также разгромлена. Блять, патроны есть, блять, а самой снайперки нету, блять. А чешуя просто. Опять просадочка. Готовы, ребят? Как же я люблю эти просадочки. Ну, че-то сказать. Вот как я и говорил, это просто так ужин прогружается. Рэймон! Возьми, тебе может пригодиться. Как ты и говорил, включить в сеть будет сложно. Найден ключ с железным якорем. Но. С помощью этих ключей можно пройти через казино на первом этаже. И тогда можешь найти лифт, чтобы попасть в трюм. Но сначала скажи мне, ты не знаешь, где здесь ФБР? Я не могу связаться со своим напарником Рэйчел. Черт возьми. Я потерял с ней связь с того момента. Я сказал, что вход в казино находится Рэйчел. Но мы понимаем, кто это. Да. Будем искать эту Рэйчел? Можно, но после того, как наладим электрического на корабле. Опять прогрузка. Как же я ее обожаю. Что у нас там? Посмотрим. Да ладно, есть какой-то... Ага. Мы, по-моему, там будем потом бегать. Я не знаю. Вот не помню. Хочем видеть. Но по всему кораблю нам все равно так и так заставят ходить. Ну а че? Зачем они делали тогда уж локацию, если мы не сможем там побегать? Да, ребят? О, ой. Обожаю проверить, блять, просадки. Ой, да. Ну че ты такой блатной будто? Ха. Я блатнее тебя. Ничего, блять, интересного. Ну вообще. А че сотрудников казино? Наконец-то я нашел способ, как обойти охрану системы в зале ВИП. Этот зал резервируется для транжир. И мне всегда было любопытно, что же там происходит. Все так просто. Нужно лишь дать монет сотруднице казино у двери. Так можно обойти любую охранную систему. Нужно отметить, что точный вес 107 граммов. Это небольшая цена за доступ в зал ВИП. 107, запоминаем. Че это? О, для пистолетов. А тогда для че? Я для Дарбаша поднял? Но туда мы не попадем пока что. Я, наверное, че-то не понимаю, да? Похоже, что сюда надо положить жетоны. Так. Ага. Могу с помощью перекрывать, восстановить подачу. Давай. А это казино, кстати, копал мне. Запомнилось оно мне. Это эксклюзивный онлайнер. На нем есть такие вещи, как казино. Чтобы сыграть, нужен жетон, да? Давай. Опа, вижу. Черт. Здравствуй. Да, на мышке было выкруче. И получается, что сюда надо, да? И? А, ну вот и жетон. Ну, чтобы надо побольше. Так, я понял. Хотелось бы так. Эй, сейчас неожиданно я выграю. Мне одному кажется странным, что одно и то же каждый раз выпадает. Ага. Угу. Я понял. И надо так все автоматы проверить, да? Неожиданно, блядь. Джекпот, прикиньте, ребят. Джекпот, блядь. 107, я помню. Во. Я просто наугад уже там нажимал. Не стал я париться с этим. Окей, вниз я понимаю, спасибо. Записка корявым почерк. Дорогой друг, я не знаю, что делать. Прости, но мне нужно действовать. Они сейчас спят. Но рано или поздно они проснутся. Сейчас мой шанс от одной мысли. А, ниху, у меня волосы стоят дыбом. Не от мира всего их жуткие туши. Их вонь похожа на гниющие органы. Их вопли, как отголоски из самого ада. Мне так страшно, что я дрожу беспрестанно. Даже сейчас, когда пишут эти строки. Когда пишу эти строки. Будь осторожен. Раздутые пузыри на стенах их яйца. Из них они могут возродиться. Прошу, не думай, что я тебя бросаю. Я делаю это ради моей семьи. Я буду молиться за тебя. Ну, ради семьи, ну, прости, мужа. Ну, правда, ребят. Подождите-ка. Карты. Угу. Я спускаюсь сейчас вниз. И куда-то туда попаду. Что-то знакомое. Писи. Ну. Это как-то глупо. Я считаю, что... Посмотрим. Десять патрон. Два ноль. Скорострельность. Ну, блядь, я не знаю, не знаю. Потому что вот это, мне кажется, будет получше. Урон всегда можем прокачать. Короче, меняем назад. Не знаю, зачем я вообще это делаю, но... Минус только в том, что здесь вот мало мест. Возможно, прокачать можно будет потом. Не знаю. Блядь. Я просто угораю. Бэтмены. Ой, сука. Фух. Я и вспугался. Вентиляторы, прикиньте, ребят. О, я помню это место. Я помню. Ну, попытаться-то стоило. Видите вот эти? Ярняков. Вот с ними мы и будем сражаться. Пираньи, я не помню, будут там дальше? Или они только здесь будут? Ну, с пираньи, по-моему, еще придется повозиться. Здесь лифт. Надеюсь, он еще работает. Давай сейчас пока, ну, не проверять. Посмотрим, что здесь. Джил, мы потеряли ключи для спуска. Так, ищи их. Окей, я здесь проверю. Может, они и найдутся. Найти ключ от подъемника. Даже любопытно. А, ну, стандартка, короче. Я даже бы сказал, что это легко. Ну, будет посложнее. Вот надо вниз спуститься, только потом вон туда идти, по-моему. А, нет, сначала сюда, да? А разве я не отсюда пришел? А, нет, смотрите-ка, пришел я, по-моему, с другой стороны. Вот, начало, походу. Или... Ну, да, возможно. Как бы, как я понимаю, вернуться всегда можно в старые локации, побегать там. Посмотреть, что там новенького. М-да. М-да. А, че, так просто... А, ну, ты меня сейчас одного оставляешь, да, получается? Я иду. Ты... Остаешься здесь. Ну, конечно. Вся грязная работа, баби. Ну, почему бы и нет? Я же круче Рэмбо. Круче Джейсона Стэксома, да? Стэкс-хэма или какая-то так. Рэмон не говорил, что напарник был в тюрьме. Это означает, что у Рэйчел были ключи. Мы должны ее найти. Кажется, у меня и возникла идея, где она. Скелет, на который ты вначале наткнулась. Молю бога, чтобы она не оказалась. Ну, вообще-то да, как бы это она. Оно неисправно. Вообще-то, этот лифт был закрыт. Да, мы здесь были. Это самое, блин, начало. Здорово, чел. Так, так, так. Так, туда. Я не понимаю. Их, они же солдаты, блядь. Они должны вот уметь через такие коробки перелазивать. Ну, как в играх. Они видят это. Ой, нам здесь не перейти. Это же, сука, скрипты. Это, сука, невидимые стенки. Я просто не понимаю иногда логики. Так. Блядь, у меня так с ним патрон не останется. Нам завязывать с ним. Неисправно, да что ты говоришь? Здесь, по-моему, первый брак на нас напал. Не, 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 не здесь. И ничего здесь нету. Ну, не респавнится. Вот здесь случилось. Вы слышали, да? А давайте-ка я сюда зайду. Мамма-ми-я! Это же там, где я нашла муляж Криса. А где настоящий Крис? А, вот он. Маляйцем. Шутка. Таинственные указания. Текст похож на сообщение. Нам необходимо войти на борт королевы Зиноби и выполнить задание как мы уже скорее. Обе цели скоро будут здесь. Но они не должны мешать выполнению задания. Выполнять требуемые действия, не реагировать чрезмерно. Первое. Найти и обезопасить комнату. Найти самую доступную комнату в отсеке экипажа и обезопасить ее. По данным разведки, на судне могут быть активные биологушки. Постоянно соблюдайте особую осторожность. Второе. Материалы. Выданные вам бутафорские предметы нужны для того, чтобы привести наши цели к замешательству. Следуя указаниям, разместите их по комнате. Затем немедленно покиньте комнату. Не оставляйте следов своего пребывания. Главная задача в этой комнате сбить цели с толку. Поэтому действовать нужно быстро и скрытно. Не дайте целям обнаружить вас. Не вступать в бой и не стрелять. Ваша главная задача оставаться незамеченными. Остальные предоставьте... Остальные предоставьте мне. Молодец. Да, здесь Крис сидел тогда. Ну, как бы, муляк Криса. Это еще первенький эпидиодик. О, да. Я не знаю, как я сейчас буду еще с ней справляться. Но у меня есть глянодка, можно захреначить мне ее, если бы я еще бы помнил как. Я вспомню. Да, сука! Я с ними так не напасусь, блядь, патронами. Ладно, пистолет дали патрончикам. Опять здесь будет скример? Да, сука, идите вы нахуй. Заебали, блядь, с ней все патроны так просройли. О, тень есть. Отлично. Впервые не вижу. О, статик. О! Что-то неожиданно дали столько патрон. Так. О! Пригодится. Привязка. Что за привязка так? Скорострельность. Ну, раз у нее здесь, то давайте-ка сюда добавлю скорострельность. Увеличивает останавливающие действия пули на 100%. А давайте пофигу. Сила пули. Дробашом я все-таки пользуюсь. Любопытно. Но раньше мы сюда не могли попасть. Это 100% информация. У нас ключа не было тупо. Я рад, что он появился. Так. Я хочу его просто сейчас убить. Ну, блядь, сука, все-таки попал. На всякий случай я сейчас подлечусь, потому что потом это может быть плохо. Патрончики вновь. Здесь, помню, монстр появился. Сказал приветик. А как жизнь? А я его убил. Слушайте-ка, смотрите, на карте показано, что там нету двери. На самом деле она здесь есть, но она загорожена. Вот такие приколы. Это было неподалеку отсюда. И нихрена нету. Че здесь? Целебная травка. Пока не берем, короче. Что-то я не хочу пока брать. Кто автор этой записки, не ясно. Меня вынудили пойти на это задание. Я не хотел идти на смерть. Вообще-то это она писала. Я не знаю, либо перевод такой просто идиотский, блядь. Либо в реале это мужчина писал. Ну, блядь. Дневник женский. Не знаю, может мне кажется. Как бы там ни было, первый этап завершен. Наш. Нашла ключ от грузоподъемника. Теперь попаду в скаловой блок. Этот корабль служил оперативной базой террористов в ходе атаки на серой земле. Год назад. На баке я нашла B-L-A-A. Ну, B-S-A-A, наверное. Использованный для распространения вируса. Найти B-S-A-A это хорошо. Подвернуться внезапной нападению уродливого монстра. Это плохо. Я с самого начала знал, что это паршивое задание. Ощущение в голове такое, будто она вот-вот тряснет. Потерял глаз. Тяжело смотреть. Чувствую себя скверно. И в руках странное ощущение возникает. Правую руку раскроила пополам. Кровь на всем теле. Вижу свои кости. Очень нужен врач. И вот она. Я найду тебя или что-то вот в этом доме. Черт возьми. Ты. Джилл, в чем дело? Я нашла то, что искала, но зомби. Разве это не всегда так? Блять. Ну, ты прям в точку. Остальное дело. Тяжело. Тяжело. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...